Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я вообще отвечал вам на ваш текст, вы пишете, в принципе, такой похожий текст, с некоторыми дополнениями. Вот, я бы выделил вот эти самые дополнения, которые мне показались новыми. Ваши истории. Но, я думаю, что вы, поскольку никак не отреагировали на предыдущий мой ответ, и раз задаете снова вопрос, значит, не выбрали другого психолога для личной терапии, которая вам нужна. Вот, что я думаю, что вы можете просто не услышать. А, по-моему, я вам скажу в отрыве от всего остального. Все, давайте разберем. Отношения на расстоянии. Отношения на расстоянии, если не имеют конкретных сроков своего перехода в отношения, ну, скажем так, оффлайн, не имеют никакого смысла и не имеют никакой перспективы. Имеют ли эти отношения хоть какой-то положительный исход? И как сделать так, чтобы я имел для него большее значение, чем он для меня? Никак не сделать, потому что значение других людей для каждого конкретного человека разное. Оно не измеряется и не сравнивается. И то, что вы хотите, чтобы вы имели для него большее значение, чем он для вас, это вследствие того, что вы себя не любите. Принижаете и обесцениваете. А на мужчину переносите ответственность за то, чтобы этого не было. Ну и хочется сказать, что о какой в любви идет речь? О каком принятии идет речь, когда вопрос ставится так? Это же максимально материалистичное восприятие человека. Ну и тенденция к безопасности. Стремление к безопасности через другого человека. Что говорит об этом, что у вас есть тревожность относительно неопределенности собственной жизни. Парень уехал жить в другой город, работать там и учится. Вречаемся так, что в городе 2 стараемся видеться хотя бы раз в 2 месяца. Были моменты, когда жили вместе все летом. Ну и если парень уехал, лучше жить в другой город, работать там и учится. Как это относится к вам. Как вы восприняли это. И так далее. Вы говорите, что стараемся видеться хотя бы раз в 2 месяца. Кто старается? Обычно я приезжаю в другой город на неделю, так получается. Вы стараетесь. Мы отлично проводим время. Опять же, кто отлично проводит время? Вы или он? Редко, когда он приезжает ко мне, так как я живу с родителями. А почему вы живете с родителями? То есть вы живете с родителями и хотите сразу жить уже с молодым человеком. То есть все время жить с кем-то. Мне кажется, чтобы человек обрел некую такую зрелость, ему нужно пожить одному. Меня отношения на расстоянии очень выматывают, чем я постоянно ревную и переживаю, что мы так долго не видим. За с ревностью отдельно нужно работать. Никакие аргументы, никакие веские причины не являются основанием для ревности. Ревность это лично неуверенность в себе, проблемы с нацелькой, страх одиночества и материалистичное предметное отношение к человеку, желание им обладать. Вот. В начале наших отношений он общался со своей бывшей и врал мне, подписывался на девушек на вечеринках, общался с ними. Но это говорит о характере вашего взаимодействия с молодым человеком. Это говорит о том, какие отношения вы выстраиваете. Выстраивая вы глубокие личностные отношения, ничего бы этого, вероятно, не было. А если бы и было, то вы бы ни в коем случае не воспринимали это на свой счет. Я сказал, что мне такое не нравится и терпеть я это не буду. А вы не задавали себе вопрос, почему молодой человек вам врет? Потому что он знает, что что-то в нем вы не примете. Это говорит о том, что в ваших отношениях есть слепые пятна, табу, о которых вы не обсуждаете. Как самые близкие люди, вроде как, могут иметь в своем взаимодействии слепые пятна? Он перестал это делать, но доверие мое к нему не вернулся. И это правильно. Потому что доверять никому нельзя, вы можете доверять только себе. Нет доверия к другим людям, это миф. Доверие к другим людям базируется на перекладывании ответственности на этих людей за что-то свое. Поэтому ваше доверие не вернулось в силу того, что самооценка-то не поднялась. Подняла вопрос, сколько еще? Так мы будем встречаться на расстоянии, я очень устал от этого. Вот смотрите, вы пишите. Сколько мы будем встречаться, так я устал. Так, если вы устали так встречаться, не встречайтесь. Зачем молодому человеку что-то менять, если у него есть все, что нужно? Если вы хотите быть с ним, приезжайте к нему, снимайте квартиру. Дальше. Давай как-то что-то делать, чтобы жить вместе. Ну давайте, давайте делайте. Что вы делаете для этого? Вот лично вы. Будем копить, снимем квартиру вместе. Ну окей, вы копите. Он ответил, что не может сделать за меня ответственность сейчас. Что ему нужно отучиться два года, чтобы он устроился на работу, где платит больше. Сказал, что не готов сейчас жить вместе. Что ему нравится, когда я приезжаю только на праздник. У нас каждый день праздник, что-то интересное. Это говорит о том, что ваше общение, взаимодействие формализованное, а не личностное, свободное и естественное. Что говорит о том, что вы сами, вероятно, не ведете себя свободно и естественно. Когда мы будем жить вместе, такого не будет. Боится быта. Это не быта боится. Это вот формализованность отношений проявляется. Через неделю он мне говорит, что снял квартиру, теперь будет жить один. До этого снимал с другом. То есть финансовая возможность ему позволяет. Боюсь, что теперь он сможет кого-то туда водить после вечеринок. Вот видите, вы хотите обладать человеком. То есть вам не сам человек интересен. Вы не на него направлены, да? А на обладание, чтобы вам было хорошо. Между вами и вашими желаниями находится другой человек в этом проблеме. Откуда ревнушки. Не доверяю, боюсь, что найдет там кого-то в другом городе. Вот вы боитесь, что он найдет кого-то в другом городе и вы останетесь со мной. Я как дура буду сидеть и ждать, когда же он созреет жить со мной. Так вот... Зачем ждать? У вас своя жизнь собственная есть? Куда вы по ней идете, по своей жизни? Вам вообще ваша жизнь, она интересна? Какие у вас увлечения, хобби, цель, план? Вот. В этом всем нет другого человека. Другой человек может идти рядом, чтобы разделить с вами это. Но его там нет. Мне это не понравилось, я не хочу терпеть эти отношения на расстоянии еще два года. Ну, не терпите, молодого человека, очевидно, все устраивает. Мне тяжело, это дается. Давайте поисследуем, что такое тяжесть. Если тяжесть это ревность, то про ревность я уже сказал. Кажется, если он сейчас не хочет жить со мной, то не захочешь никогда. Ну, может быть, это так, может быть, нет. Вопрос в том, готовы ли вы поставить свою жизнь на рулетку. Расстаться с ним не могу, не хочу. Нет слова «не могу», не хочу. Это мои первые серьезные отношения и долгие отношения. Серьезные и долгие отношения. И что это для вас значит? Что если не с ним, то ни с кем. Да, никого лучше не найду. Понимаете, самооценка. А то, что вы нашли, это формализация. Нам правда хорошо вместе, когда мы приезжаем друг к другу. Кому нам? Нет, нет нас. Есть вы и он. Так вы и говорите за себя. Мне хорошо. Окей, окей. А за счет чего? Как это хорошо появляется? Он сейчас зовет к нему приехать на неделю, я очень хочу, мне к нему комфортно и хорошо, но чувствую себя просто удобно, когда приезжаю так к нему. Чувствую себя удобно и чувствую, что меня используют. Это просто то, что я делаю что-то, чего я не хочу. Вот попробуйте увидеть, что вы делаете, чего не хотите. И что вы можете сделать из того, что хотите. Это называется личная граница. Хочу сделать так, чтобы это он хотел жить вместе с ним, а не я. Психологи этим не занимаются. Чтобы это он переживал, а не я. Психологи этим не занимаются. Посоветуйте, пожалуйста, имеет ли отношение какой-то положительный исход. Сказал, как сделать так, чтобы я имел для него большее значение, чем для меня. Никак. Абсолютно никак, потому что это так не работает. Вот. Я думаю, что вы злитесь. Вот. Ваша злость оправдана. Но эта злость, она направлена на обретение вами самостоятельностью. А сейчас мы зависим от него. От того, будет он переживать или нет. Мы его пытаемся привязать к себе. Сейчас. Ну, так это же отношения, построенные на страхе. Куда они приведут? И самое главное, какими эти отношения будут. Вот. Ну, как бы, до тех пор, пока вы смыслом своей жизни делаете мыши, ну да, ничего хорошего. Я думаю, не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok